Публичные слушания проекта муниципально-правового акта о внесении изменений в устав города Пушкина по инициативе городского совета депутатов прошли 5 мая в здании городской администрации. С 17 до 18 часов проходила регистрация участников слушаний. До 15 часов принимались письменные мнения по обсуждаемому вопросу. Суть предлагаемых изменений в устав города Пушкина состоит из нескольких пунктов. Местная администрация в городе Пушкина не образуется. Исполнение полномочий администрации города Пушкина возлагается на администрацию Пушкинского муниципального района. Из структуры органов местного самоуправления города Пушкина исключается исполнительно-распорядительный орган – администрация. Соответствующие изменения вносятся в устав города Пушкина и полномочия совета депутатов и главы города Пушкина. Проще говоря, городская администрация прекращает свои полномочия. Слово выступающим предоставлялось в порядке записи. На выступление выделялось по три минуты. Если выступающему не хватало времени, ему разрешали высказаться после всех записавшихся. Вел публичное слушание Сергей Булин, глава города Пушкина. Мы предлагаем вам полную версию публичных слушаний без комментариев. Уважаемые члены президиума, а также участники публичных слушаний. Сегодня на публичных слушаниях мы рассматриваем внесение изменений в устав городского поселения Пушкина. В настоящее время в правительстве Московской области прорабатывается вопрос об объединении администрации некоторых городов и районов. Этот вопрос также актуален для нашего пушкинского района. В соответствии со статьей 34 Федерального закона номер 131 ФЗ об основных принципах местного самоуправления, устава муниципального района и поселения, являющегося административным центром муниципального района, может быть предусмотрено образование местной администрации муниципального района, на которое возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся административным центром муниципального района, местная администрация не образуется. В 2012 году Пушкинский муниципальный район предусмотрел такую возможность в соответствии со статьей 11 ст. 37 Устава Пушкинского муниципального района на администрацию Пушкинского муниципального района в соответствии с Федеральным законом об общих принципах местного самоуправления, может возлагаться исполнение полномочий администрации городского поселения Пушкина, который является административным центром Пушкинского муниципального района. В случае, если устава городского поселения предусмотрена такая возможность, совет депутатов города Пушкина предлагает внести изменения в устав города Пушкина и предусмотреть возможность возложения и исполнения полномочий администрации города Пушкина на администрацию Пушкинского муниципального района. 27 марта 2014 года Советом депутатов города Пушкина было принято решение номер 449-57-2 о принятии нормативно-правого акта о внесении изменений в устав городского поселения Пушкина. Данный проект сегодня вынесен на публичное слушание. Изменения в устав касаются полномочий и деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, то есть администрации города Пушкина. В соответствии с предлагаемым проектом, в городе Пушкина, который является административным центром Пушкинского муниципального района, местная администрация не образуется. Исполнение полномочий администрации города Пушкина, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим уставом, возглагается на администрацию Пушкинского муниципального района Московской области. Хочется отметить, что до 2008 года существовала только одна администрация, и все вопросы жизнедеятельности города решались в текущем режиме. Но в соответствии со 131 федеральным законом в 2008 году была образована администрация города Пушкина. Хотя администрация образована у нас с вами была, но до 1 июля 2013 года большая часть полномочий все равно оставалась в районе. И по соглашению, который заключался ежегодно между администрацией города Пушкина и района, денежные средства на реализацию полномочий перенаправлялись в районный бюджет. С 1 июля 2013 года администрация города Пушкина взяла на себя часть полномочий, приняв при этом на работу большое количество людей. И получилось так, что специалисты из района администрации у нас с вами плавно перебрались в городскую. При этом на бюджет города негла дополнительная нагрузка. Тех денег, которые ранее планировалось перенаправить в район, не хватило на покрытие текущих расходов. И поэтому в бюджете города Пушкина были увеличены расходы на содержание администрации. С точки зрения финансов содержать две администрации, вы сами же понимаете, нецелесообразно. Потому что многие функции администрации дублируются. Только на обеспечение деятельности администрации города Пушкина в 2014 году предусмотрено в бюджете 90 миллионов 400 тысяч рублей. Часть данных денег могло бы быть направлено на социально-экономическое развитие города, в том числе на дальнейшее благоустройство города, на ремонт дорог, на строительство детских садов и на другие необходимые нужды городские. Хочется также обратиться к заключению счетной палаты на проект решения города Пушкина о бюджете города Пушкина в 2014 год и плановый период 2015-16 годов, в котором отмечается, что два года назад в акте проверки от 18 апреля 2011 года черная палата обращала внимание на значительное превышение штатной численности администрации города Пушкина по сравнению с установленной по методике расчетов. По состоянию на 1 октября 2013 года численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации города Пушкина, составляет 105 человек, что на 40 человек превышает предельную численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления, которая утверждена постановлением правительства Московской области. После получения заключения штатной палаты администрации было принято решение не о сокращении численности администрации, а о переводе части муниципальных служащих в рядовые, при этом расходы на содержание администрации не изменились. Также хочу отметить, что в Совет депутатов поступило заключение штатной палаты на годовой отчет об исполнении бюджета города Пушкина за 2013 год, в котором штатная палата обращает внимание на значительное увеличение долгов поселения, которые растут год от года, что создает угрозу для финансовой устойчивости города Пушкина. Совет депутатов города Пушкина считает, что оптимизация бюджетных расходов за счет исключения избыточных дублирующих функций, а также сокращения численности муниципальных служащих, повысит качество предоставления муниципальных услуг и приведет к более оперативному решению социально-экономических вопросов за счет более тесного взаимодействия органов власти и граждан. Еще один опасный к объединению – это укрепление вертикали власти, ликвидация разногласий между городской и районными властями по решению вопросов местного значения и четкое исполнение всех полномочий в одном пространстве. Меры по объединению администрации в единое целое принесут не только экономическую для города, но и социальную выгоду, потому что жители города перестанут двигать из одной администрации в другую, пытаясь решить свои навалившие проблемы. Поэтому мы, депутаты города Пушкина, инициировавшие принятие изменений в устав города Пушкина, просим поддержать на публичных слушаниях проект решения обнесения изменений в устав города Пушкина, Пушкинского муниципального района Московской области. Спасибо. Также с мнением по предлагаемому проекту от Совета депутатов города Пушкина выступает депутат Совета депутатов города Пушкина Пулаева Светлана Александровна. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я считаю необходимым выступить как судокладчик, поскольку моя точка зрения на данный вопрос, она не совпадает с точкой зрения моего предыдущего коллеги. И на Совете депутатов 27 марта 2014 года я голосовала против внесения изменений в устав города Пушкина. Попробую обосновать, почему я это сделала. Значит, кто бы спорил, что реформы нужны? Никто спорить не будет. Но давайте говорить о том, какие реформы нужны нам, жителям города Пушкина, сегодня. Сегодня наша администрация, которая появилась, Катерина Юрьевна, в 2009 году, она не успела еще встать на ноги. И те вопросы, которые она решает, трудно оценить с точки зрения сегодняшнего дня. Хорошо или плохо работает администрация, которая приняла полномочия с 1 января 2013 года, на сегодня их исполняет добросовестно. Если говорить о том долге, о котором говорила Елена Юрьевна, то давайте говорить, как появился этот долг. Администрация сама по себе, в лице уставового Дмитрия Ивановича, работает, вот. А долг появился с 1 января 2013 года? Или может он остался от предыдущих руководителей, которые сегодня, я уважаю этих людей, но работают в районной администрации? И еще про реформу. Значит, кто сказал, что данный вариант реформы, вернее, данный вариант усечения городской администрации является реформой? Давайте говорить, что такое есть реформа. Почему, значит, мы сегодня город с населением 108 тысяч оставляем без головы, а во всех поселениях, у которых точно так же имеется, значит, дефицит бюджетов, имеются лишние люди в управлении, мы оставляем в таком виде, в котором они существуют? Почему сегодня, допустим, в администрации Царева или в администрации Правды заместителей 5 или 4 на то население, которое там есть? И у нас, мы сравниваем с количеством заместителей у нас в городе, когда у нас в городе 108 тысяч. Я считаю, что вот данный вопрос, он поставлен несвоевременно. И еще потому, что ни у кого нет четкой картины, какой должна быть администрация после того, как будет, ну, я скажу, грубо может быть, но правильно, уничтожена администрация города Пушкина. Никто не знает, какая будет администрация, объединенная на город и район. Ни у кого нет ни юридического обоснования, ни экономического обоснования, ни количества людей, которые будут там работать. Так зачем же трогать то, что уже сложилось? Это как бы первая часть, по-моему, того, чего я хотела сказать. Вторая часть состоит в следующем. Ну, вы знаете, существует такое понятие, как административное хамство. Я вот данный вопрос, когда выносился на Совет депутатов, вот он был вынесен с помощью административного хамства. Приехал некий представитель из московского правительства по фамилии Шиян, внес проект уничтожения нашей администрации. И мои уважаемые коллеги, не вникнув в суть того, что происходит, не прочитав регламент, обсудили данный вопрос на Совете и приняли решение о сдаче своей родной администрации. А ведь у нас, у депутатов, существует регламент, который определяет нашу работу. И в этом регламенте, в статье 106-й, сказано, что на заседании Совета депутатов никто не имеет права вносить никакие вопросы, кроме стихийных бедствий, пожаров, экономических катаклизмов. И третий вопрос, это вопрос государственного переворота. И там русским языком написано, все остальные вопросы вносить запрещается. Но ни прокуратура, ни коллеги на это внимание не обратили. Следующее, что я хочу сказать. Согласно 46-й статье регламента, настоянные комиссии должны рассмотреть данный вопрос, внесенный на заседание Совета, не позднее 7 дней. Материалы должны быть приложены. Проектные решения, доклады, финансовое и экономическое обоснование. То есть это и правовая, и антитеррористическая экспертиза. Ничего этого проведено не было. И еще была нарушена 36-я статья устава городского поселения Пушкина, где субъектами правотворческой инициативы могут являться инициативная группа граждан, депутат Совета депутатов, руководитель администрации города Пушкина, глава города Пушкина, органы территориально-общественного самоуправления, органы прокуратуры. Кем конкретно был внесен проект решения на заседание Совета депутатов, так же сегодня и при нем удалось установить. Со слов присутствующего представителя главного управления территориальной политики Московской области Сергея Сулёновича Шикаряна, заместителя начальника управления, заведующего отделом по работе с муниципальными образованиями, рассмотренный проект является методической помощью главного управления территориальной политики Московской области, которая в свою очередь не является надлежащим объектом, надлежащим субъектом правотворческой инициативы. И посему я считаю, что голосование на... Вообще незаконно был внесен сам проект на Совет депутатов, что мои коллеги незаконно проголосовали по этому проекту, и я считаю, что нужно этот проект отменить, принять решение об отмене, провести референдум с участием всех граждан городского поселения Пушкина и понять, какое управление городом нам сегодня нужно, а почему мы говорим, что мы должны передать полномочия районной администрации, а почему мы сегодня не говорим о том, что уже во всей России переходят к созданию городских округов на базе больших, развернутых городских поселений. Так вот, давайте сегодня очень взвешенно и внимательно подумать, какое управление нам нужно. А я, моя точка зрения, значит, проголосовать против внесения изменения в устав, вернуть данный проект на заседание Совета депутатов, при участии и рассмотрении его населением городского поселения Пушкина. Еще раз напоминаю, что выступление до трех минут. Я, ну, личность в городе, я думаю, известная. Я руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческой библиотеки Пушкинского муниципального района. И говорить я буду от своего имени, естественно, я житель города Пушкина, 68-го года. Вся моя трудовая география связана в тысячи лет в городе и районе, и в определенной степени от имени своего коллектива. Получилось так, что наше учреждение, ну, пострадало в определенной степени от разделения функций района и городской администрации в достаточно сильной мере. Ну, вот такой факт. Значит, всего у нас 32 библиотеки. Из них центральная библиотека, центральная детская библиотека и филиалы. Восемь филиалов городского поселения Пушкина. Значит, центральная библиотека, центральная детская, мы относимся к Пушкинскому району. Остальные библиотеки относятся к поселению. Вот представьте себе сложности с финансированием. Я думаю, все представляете. Теперь, вот наша библиотека, ну, сейчас она в библиотечно-информационном комплексе, улица Тургенева, 24. К сожалению, мы, так сказать, в ТИНИ, в президентской библиотеке регионального центра. Но вот такой факт. Мы обслуживаем кого? В основном жители города Пушкина. Нас финансирует кто? Все проблемы, вот все решают. Пушкинский район. Понимаете, вот получается, книг мы приобретали новых последние два года совершенно. Потому что, мне кажется, что все это связано вот с такими разделениями. В городских филиалах наших, в этой года Пушкина, проблемы с комплектованием, с зданиями, со всем прочим, те же самые. Вот когда у нас была встреча в нашем комплексе в январе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, вот мне выпала такая возможность задать ему вопрос. Как он относится к объединению городской районной администрации? Я же отношусь к категории муниципальных служащих, которые почему-то вызывают особую неприязнь средству массовой информации. Вот все ангажированы, все давления, все куплены. Простите, мы, библиотекарь, мы никем не ангажированы, мы высказываем свое мнение. В некоторой степени мнения наших читателей. У нас было собрание коллектива, мне было интересно, как... Людмила Леонидовна, простите, что я перебиваю, у вас осталось 10 секунд. Да. Я хотел бы, чтобы вы сформулировали свое мнение. Я за объединение администрации города и района и за внесение изменений в устав. Спасибо большое всем за то, что меня выслушали. Спасибо большое. Следующий выступающий Калинов Сергей Владимирович. Меня зовут Калинов Сергей Валерьевич. Работаем в электросети, обычным электриком, житель района, в смысле, житель города Пушкина. Мы в том числе и районы. Меня волнует несколько вопросов. Я, в принципе, не поддерживаю объединение администрации. Я волнуюсь, что... Дорог во дворах, микрорайонах, Серебрянка, Держинец, их нет в принципе. Я не владею автомобилем, передвигаюсь на велосипеде, мне достаточно. Но даже для меня дорог нет просто. Что-нибудь этим будет делаться когда-нибудь? Это мой первый вопрос. Здоровье. В спортплощадке города Пушкина гнутые турники, просто буквы В. Где будет развиваться молодежь? В спортплощадке существует тоже, в принципе. Там одна, две, где-то есть, может быть. Хорошая. Сергей Валерьевич, простите, что я перебиваю. Это, наверное, не совсем тема для обсуждения публичных слушаний. Сегодняшняя, да? Пусть говорит! Хорошо. А почему нет? Пусть говорит! Пожалуйста, у вас еще полтора минуты. Хорошо. И мой последний вопрос. Наркотики города Пушкина. Что происходит? Молодец! Везде, на заборах, стенах, в районе города, в городе. Миксы курительные. Номер телефона, пожалуйста, позвонил, купил. Это куда катится в геноцид нашего молодежа? СМС приходят на телефон. Там что-то типа три на тысячу и так далее. Делают люди кавказской национальности зарплаты наркотиками. Это когда-нибудь закончится? Поддержу. Это ж бейцы, у нас динамы. Бейцы, наркотики. Нет, это вопрос. А вот просто что с вами? Вопрос администрации города. Вопрос права от занижного органа. Есть такие? Ну с этим что-то будет делаться, например? Я просто много раз замечал, как делаются закладки, как, я бы сказал, дети, не знаю, 5-7 класс ходят и ищут эти закладки. Дети, это тоже куда катится. Вот, товарищи, это наше будущее. Давайте с этим что-то сделаем. Семенович, у вас 10 секунд для того, чтобы выразить свое мнение. Я за объединение. Слово подоставляется Волиной и Алексеевне. Светлана Санна. Светлана Санна. Светлана Санна. Я тоже живу практически всю жизнь в этом городе, работаю в этом городе. На честную баллату хожу в Пушкинском муниципальном районе. И полемика сейчас очень большая идет по поводу объединения. И я ни в коем случае не хочу кого-либо критиковать. Просто то, о чем мы говорим, и то, что предложил Совет депутатов, это давно уже пройденный опыт. Мы так жили, да? В 2009 году, да? Вот, мы так жили. И, в общем-то, честно вам скажу, для меня объединение было очень больным образом. И вообще 131 закон, как-то мы не знаем, мне на душу он делал, очень тяжело. Потому что я считаю, что это для самодостаточного общества, для самодостаточных муниципальных образований это возможно. А в условиях России, в современных условиях России, ну еще Московская область, там, они куда подальше, где деревня 20 человек, и почти все советы депутатов и в администрации работают там. На мой взгляд, это не своевременно. И вот я считаю, что, я очень хорошо отношусь, это же болезненный вопрос, что там говорить. Это по-живому и держит живых людей. Объединились, теперь мы в ответе за это. И людям, конечно, больно, они теряют работу. Нам нужно отвернуться сейчас от амбиций каких-то своих, от личностей. Вот этот такой, этот секой. Потому что в администрации города очень приличные люди. Я многих знаю. Это очень приличный, очень достаточный. Мы достаточные люди, которые имеют прекрасный опыт работы управленческий. А управленец, извините за такое слово, но это штучный товар, настоящий управленец. Это нужно ценить. И я думаю, что при объединении, при объединении, если поумно ему сделать, они должны быть использованы, эти люди, которые работают сейчас в администрации города. Лучшие люди. А что касается объединений, как такового, здесь очень хорошо Илья Юрьевна все разложила по полочкам. Мы деньги экономим, и люди у нас не будут бегать, потому что полномочия разделены сейчас. И, в принципе, никто же не упраздняет ни депутатский корпус, никто не упраздняет главу, которая является законодательной властью. И, как я понимаю, бюджет города у нас будет строкой проходить в бюджете района. И исполнять этот бюджет смогут только по решению Совета депутатов. И глава города будет председателем Совета депутатов. Поэтому, как это не больно? И, конечно, людям тяжело, работают, теряют многие из них. Как это не больно? Но, на мой взгляд, это рационально. Поэтому я выступаю за объединение. Спасибо. Спасибо. Начну с того, что я человек из Советского Союза. Поэтому каждый вопрос тогда сначала до глубокого поля не обсуждался, а потом только выносился как закон. Распределись 131-й закон, мы были не согласны с этим законом. Но он действовал. Нас разъединяли, соединяли. Я сегодня слушаю, что депутаты не имели права принять и исправлять устав, если они неправильно делали. Зачем мы здесь собрались? Дальше. Неизвестно еще, какая у нас будет администрация объединенная. Куда делятся люди и кто какие функции будут выполнять. Тоже не решен. А зачем мы тогда здесь? За что мы голосуем? Вот это я не поняла. Да, город у нас большой теперь. Не тот, который в советское время. Не 40 тысяч, а больше 100 тысяч. Наверное, должны быть определенные руководители определенной функции. Ну и район у нас большой. Поэтому кого-то ругать, на кого-то бросать грязь, тень, это очень некрасиво. Пушкинцы, давайте остановимся на этом. Нельзя так. Сейчас опять начнется выборная кампания. Я в совете ветеранов. Мне стыдно к людям идти, когда все заборы наши облеплены позорными словами в адрес наших руководителей, в адрес наших будущих и действующих депутатов. По-моему, мы живем уже в 21 веке. А как решить вопрос? Это депутаты решают. Мы только поддерживаем. Если для нас и для людей, которые работают и ведут огромную работу в городе, районе, это надо делать, пусть делают. Уроженка города Пушкино жила всю свою сознательную жизнь в городе Пушкино. Никуда не уезжая, не переезжая. Поэтому я хочу поддержать тех жителей, которые прожили здесь всю свою жизнь, либо большую часть жизни. Мы жили при разных с вами условиях и администрации и управления. Если вы помните, у нас всегда был единый центр. И город развивался таким локомотивом в этом едином центре. У нас долго в администрации города и района было очень тесное взаимопонимание. И в последнее время, так как у нас было практически совпадение. У нас был глава района, он практически руководитель администрации города. Поэтому было ощущалось тесное взаимодействие разных уровней власти. Столкнувшись в последнее время в ситуации такой, когда начинается дисбаланс, и когда начинают тянуть в разные стороны у нас какой-то город, как лебед, рап и щука, и получается у нас не движение вперед, а стояние на месте или отползание на месте. А мы все-таки должны двигаться и смотреть на будущее. Сейчас целесообразнее всего все-таки сделать концентрацию управления в одном месте. Потому что расползание огромного количества ветвей управления, оно дестабилизирует доступ. И людям оно неудобно, потому что когда простой гражданин приходит с каким-то вопросом с одним, он начинает бегать по кабинетам, а у нас меняются правила игры каждые 5-6 месяцев, это безобразие. И правильно то, что сейчас существует определенная тенденция, направленная страной и президентом, в общем-то у нас всех поддерживают его за то, что он говорит, что коллективность труда должна повышаться. При этом количество административного персонала не должно расти в геометрической прогрессии. Мы все согласны, но при этом мы хотим ставить папку в коллектив и говорить, нет, мы останемся так, как есть. Мы не хотим ничего делать, вот оно как есть, пусть так и будет. Мы тут еще немножко посидим в болотце, а там, видишь, что-нибудь рассосется, не рассосется. Это тяжелое решение. Оно режет по-вольному всех, всем придется перестраиваться. Но здесь все мы должны принять для себя конкретное решение. Пусть оно будет тяжелое, но ответственность. И оно должно быть выбрано для города, понимаете, для развития нашего центра. Я в данном случае выступаю за пределение администрации, потому что считаю, что это цель изнообразного для будущего нашего развития. Спасибо. Смотрим, представляете, Бога и Дмитрия. Владислава Семеновна. Я была противником этого решения. С 2006 года, когда был принят устав города Пушкина, когда был принят устав района, в котором таким же образом были переданы полномочия от города Пушкина, но это не исключало ни в коем случае избрание депутатского корпуса. И сегодня депутатский корпус города Пушкина будет, глава города Пушкина будет. То есть депутатский корпус будет решать вопросы буквально по всем своим полномочиям города. И бюджет города будет направлен на решение всех полномочий, которые предусматриваются для города. Единственное будет уменьшение чиновничьей среды. Единственное, что будет так же, как мы работали до 2009 года. А давайте посмотрим, вот с 2006 по 2009 год. Что было сделано в городе? Вот прозвучали такие вот реплики. А что было хуже? Простите, три детских сада было построено. Я знаю больная тема. И как бы ни хотели мы, но то, что происходило при децентрализации власти, извините, в период Ельцинский и другие периоды, когда оголтела приватизация, лишила нас права на многие детские сады. Три детских сада буквально за три года было построено. Есть мемориал, какой бы критике он ни подвергался, но мы все входим туда на поклон тем, кто завоевал для нас мир. Есть у нас пешеходная дорога в микроанг Дзержинец. Есть очистка реки. Есть те тротуары, которые мы видели за этот короткий период. Когда дальше точно от города переданы были полномочия, району работала я, районная администрация в гораздо меньшем составе. Поэтому спасибо большое. Спасибо за предупреждение. Я за. Я приношу извинения за такое выражение. Я очень уважаю сотрудников администрации, опытных, профессиональных работников. И я думаю, что они найдут применение и будут продолжать работать. Никто не будет оставлен на улице. Если мы посмотрим на практику Московской области, уже несколько районов такие изменения вынесли. В том числе наши ближайшие соседи, это Дмитровский район. Там такое же предусмотрено. В Ступенском районе Московской области. Там такие изменения уже тоже вынесены. Поэтому я за то, чтобы власть, в каком бы она количестве ни была, она работала эффективно, компетентно. Если вот та теоретическая возможность, которая будет предусмотрена в уставе городского поселения Пушкина, в конечном итоге приведет к тому, что исполнительная власть, которая будет в лице районной администрации, при соблюдении всех принципов местного самоуправления, определенных, опять же, мною помянутым в 131-м законе, то есть подчинений и отчетности представительному органу города Пушкина, Совету депутатов города Пушкина, населения города Пушкина, то есть вы поймите, что беря на себя полномочия, районная администрация также будет брать и обязательства, и ответственность. Это основной, основополагающий, в принципе, и респонденция. Не может быть обязательств без баланса ответственности. Я думаю, что дилетанты, и он правильное решение. Уважаемые господа, я бы попросил не перебивать докладчиков. Спасибо. Слово предоставляется Иванова, Александр Михайлович. С рождения я живу, проживаю фактически, в Воднику. Я иванович, как говорится, господин директор Георгий, местное правозащитное движение местное правозащитное движение в любимой городе. Значит, я позволю себе зачитать статью 36-ю, 131-го федерального закона о основах местного самоуправления. Правовые акты могут уноситься... Здесь вычисляется, кем могут уноситься правовые акты на рассмотрение Совета депутатов и российских поселений. Значит, в главу и города Советовым депутатов, главой администрации, инициативная группа международных, прокуратурой, а также инициативных объектов. Право установлены в Уставе, в Уставе городского поселения. В Уставе городского поселения нашего города. Никаких инициативных объектов не прописаны. Следовательно, данный проект не имеет... Никакого основания будет рассмотрено. Он внесет и в внесение его рассмотрения на заседание Совета депутатов и данные вслушания, они происходят совершенно вне правового поля российского законодательства. И вообще-то мы должны уже после этого на его размещение в Российской идеальное собрание и отменить решение Совета депутатов, что это должно было... Конечно, за объединение. А об основании этого объединения предыдущие ораторы уже сказали, поэтому я не буду повторяться. И, конечно, хотелось бы, чтобы остались... Во-первых, не были обижены те люди, которые работали, чтобы им была должная работа подыскана, а остались наиболее дальновидные, наиболее опытные, умеющие не только слушать, но и услышать каждого человека, чтобы они за лесом видели каждое дерево, чтобы относились с пониманием, доброжелательностью и решали нужды людей. Спасибо. Спасибо. Слово поздравляется к передуму Владимиру Александровичу. Я постараюсь быть кратким. Мы сегодня обсуждаем внесение изменений в устав, но вместе с тем обсуждаем проведение административной реформы. Как поставил задачу губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, административная реформа должна быть проведена в кратчайшие сроки. Ее задача – это обеспечить доступность власти для народа, обеспечить управляемость и снизить неэффективные расходы. Сподвигнуло это губернатора послание президента Федеральному собранию, где президент четко указал на те проблемы, которые сегодня есть в муниципалитетах, в субъектах по всей России, не только в Московской области. Это проблемы в дисбалансированности полномочий, те, которые есть на местном уровне, и финансовых средств на исполнение полномочий. Все вы прекрасно знаете, о чем идет речь. А как жители на себе испытывают это? Жители испытывают очень просто. Количество жалоб обращений растет, причем в том числе повторных. Жители пишут в администрацию района, в администрацию города. Получается, письма с одного уровня отфутболиваются на другой. А получается, почему это? Потому что у одного руководителя порой нет денег, а у другого нет полномочий. А мы с вами, все-таки коллеги власти, должна работать для людей. Так вот, то, что сегодня административная реформа будет проводиться, ни у кого нет сомнений. Правительство Московской области и аналитики провели анализ. За последние 10 лет в Московской области численность чиновников возросла в 41 раз, а затраты на их содержание в 7 раз. Разве это допустимо? А это деньги налогоплательщиков. Поэтому, безусловно, мы увидим определенные плюсы в объединении администрации. Численность муниципальных служащих будет сокращаться. Будут сокращаться дублирующие функции. В освобождении средств будет достаточно колоссальным. Эти средства можно будет направлять на социальные программы. Профессионалов и тех, кто работает в администрации города Пушкина, безусловно, вы не спокойны тем, что будет у вас завтра работа или нет. Так я вам могу сказать однозначно, что для профессионалов, тех, кто на месте, работы предостаточно. Поэтому я за поддержку инициативы Совета депутатов города Пушкина. Нужно двигаться в этом направлении. Спасибо. Вы знаете, как депутат, я бы хотел сказать, что всегда проще все сломать, прежде чем построить. 131 закон когда-то принимали. То есть, да, я вот был категорически против того, чтобы создавались эти администрации, но это уже момент устаканившийся. То есть, уже это работает. Если сейчас, условно говоря, взять и забрать те полномочия, которые есть в городской администрации, то просто элементарным образом, к кому они перейдут? Это какому такому чиновнику надо выстраиваться в очередь? Я говорю, в районную администрацию. То есть, это очередь будет от Саревского сельского поселения до районной администрации. И к кому идти? Вот мне хотелось бы задать вопрос к госпожине Красовой. А вы вообще прорабатывали этот момент? То есть, была создана рабочая группа. С точки зрения права, вот как я, во главе комиссии по законности, не просто кто-то должен приехать, там, навязать волю или подсказать. Я был в Московской областной думе, когда как раз-таки собирали всех представителей фракции Единой России. И был разговор о том, как будет вестись эта реформа местного самоуправления. Вы знаете, все приходят к выводу, что для каждого муниципального образования на территории Московской области, вообще Российской Федерации, это частный случай. Давайте возьмем наш Пушкинский район. У нас Царевское сельское поселение, где депутат в два раза больше города Иванкильки. Вы представляете, это размерами. А срядина больше Пушкина. А ну, пускай. Вот взять тех жителей, которые с 11 поселений, сейчас выстраиваются в очередь в районную администрацию, да, не надо, давайте еще добавим 108 тысяч человек из города. Это где там? Мы будем по кругу ходить этой районной администрации? Просто по кругу. От победы будет очередь. Надо предпринимать, чтобы там сразу кафе ставили. Ну, а что еще делать? Шашлычку он торговать, иначе никак не попасть. Я, конечно, глубоко разочарован тем, что большие деньги, конечно, тратятся на содержание чиновников, но остаются и важнейшие вопросы. Скажем, генплан города, да, он до сих пор не утвержден. Хотя до 13-го года эти полномочия были у районной администрации. Где генплан? Город сейчас работает, то есть архитектура создана. В городе есть квалифицированный персонал. Давайте, если выступают депутаты, пусть будет переходный период, пусть пока делится, которым будут переданы полномочия городской администрации. Я хочу их видеть в глаза. Кому четко, в архитектуре, и так далее, и тому подобное. Поэтому я категорически с носков братья рубить, и все вам, а сначала надо проработать. Спасибо. Слово предоставляется полдиректор лифи и колонии. Я выступаю как лица тех людей, которых наша администрация, районная, поставила перед выбором жить или не жить. Вы все знаете, как застраивается центральный микрорайон, как он безобразно застраивается по решению районной администрации, как безобразно до сих пор, без генерального плана, без всевозможных документов, ведется строительство профинвесторов. Я вот здесь сейчас захожусь, а я не знаю, может, мою газовую трубу уже выкопали, и сейчас около первой школы рванет. Так работаем. Вот так работает администрация. Город принял дела только год назад. А хуэраги, извините за выражение, которые возбуждаются, которые возбуждаются в старые пятиэтажки, которые над близки, над нашими частными, заманглами, они возбуждаются и растут, не подням, а по часам. То же самое ждет 31-й микрорайон. Вы посмотрите, что делается. Уже проходит общественное движение на 3-й, и опять в городе ни документов, ни каких постановлений, ни решений. Город-то не виноват, район принял это дурацкое решение настраивать вокруг первой школы. Где детский сад, где капитальный ремонт школы, которые прям бились в истерике на общественных слушаниях. Где они? Как не было, как и нет. А там они все растут и растут. Вы посмотрите, во что район превратил наш город в столицу лесоводства России. Деревьях не осталось. Ваши шмельские. Запомните, что стыдно ходить. Здесь полно директоров, сидит в школах. Слушайте, вам не стыдно за ваши прикольные участки? Вы не луков полыли и ни одного цветочка. Я работаю в московской школе. У нас уже цветы цветут. И без денег. Без денег. Просто потому, что мы работаем. А у вас какое-то запустение. Только заборы чугунные. Гимнадий Леонид 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 Леонид. Которые образование у нее в подчинении. Про детские сады не говорят. Там вообще слушают свет. И я считаю, что правы те, которые говорят, надо этот документ вернуть до работы и представить с экономической выкладкой. Представить с тем, чтобы все было на букве закона. А не так, как сейчас. Мы куда спешим-то? Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Слово представляется, Усачеву Сергею Сергеевичу. Я против. Потому что давайте начинать заниматься делами. Давайте разошлись, соединились, разошлись, соединились. Нам, что делать жители? Мы с ними уютом, когда на полу, на полу, на полу, на полу. Мы машин не вставили, мы там ночью вам ждут. А что это такое? Я против, короче. Против. Мы работаем в жизни, мы не имеем с собой. 131-й закон, когда я с ним ознакомился, на меня произвел такое впечатление, что его писали, по меньшей мере, агенты влияния. По принципу, разделяем власть. Даже слова придумали, которых не было никогда в русской государственности. Муниципально. У нас не было этого выражения никогда. И сегодня мы имеем то, что имеем. У семи нянь, дитя без глазу, порезали все по живому. Не хлопайте, а думайте. Мы задерживаем здание горкома партии. Заняли государственные служащие. К имелищущим здание исполкома городского совета пристроили пятиэтаж. Заняли чиновники. Посмотрите, какой чиновничий бюрократический аппарат мы с вами содержим. Для такого 180-190 тысяч населения. А вы хлопаете. Дорог у нас нету. Потому что ни та администрация, ни та не в состоянии. А я обратился к губернатору в электронном виде. Ничего подобного не произошло. И вот будут нас отсылать туда-сюда. Вот библиотека на меня смотрит. Яркий пример. Ребенок, в общем-то, по бюджету, по сравнению с другими существующими учреждениями и организациями. И та плачет. Нет денег, нет ничего. Светлана Александровна, вы предлагаете танцевать нам от имелищегося. У нас есть с чем сравнить. Мы знаем, как мы жили и это видели. На примере скажу 15 секунд. У нас также, когда создали налоговую полицию, также она училась ходить лет сет. Ничего не делая абсолютно. Я уважаю всех руководителей. Уважаю. Абсолютно. Но вот содержать народу пушкинского такую армию чиновников, я думаю, не по силу. Лучше эти дороги, лучше эти деньги направить во благо населения. И не платируйте так. Я говорю, что вы просто не понимаете до конца. Я ни от кого не зависим. Нет Сергея Ивановна, нет района администрации. Ни от кого не зависим. Но я смотрю на... Многие меня, наверное, знают. Я смотрю на эти вещи треслые. И сокращение, кстати. Вот, что Александр правильно говорит. Сократить территориальные и правду, и Ашукина, и Тарасовку, и Черкизову. Все сократить до минимума. Мы умеем хорошо раздувать пузыри и гонять по кругу людей. Мы не умеем работать, мы не умеем прислушаться, не имеем качества прислушаться к народу. Поэтому поддержите объединение. Спасибо. 15 мая у нас будут приходить слушания по исполнению бюджета. Приглашаем всех. Я как депутат Совета депутатов двух созывов также вас приглашаю. Думаю, что мои коллеги меня поддержат. Там мы увидим о том, как исполнен бюджет города Пушкина, о том, что в городе Пушкина за 13-й год. Из 26 различных программ в полной мере профилансировано только 16. Практически половина программ, независимо от того, насколько они значены в социальном плане, не дофинансированы. Конечно, можно рассуждать о многом, но мы с вами не изменим жизнь для того, чтобы исполнять полномочия необходимых средств. Давайте посмотрим. В 2009 год у нас начинается в Пушкина программа приватизации. Все, что мы могли сдать в аренду, все, что мы могли отдать предпринимателям на льготных условиях, мы уже продали и практически ничего не осталось для сдачи в аренду. Чем мы сейчас пополняем свои средства? Сейчас мы с вами решением Совета депутатов в 2013 году увеличили земельный налог и налог на имущество. Да, эти средства поступят в бюджет в ноябре 2014 года, но мы тоже немножко вздохнем, они у нас появятся. Уважаемые жители, а что будет дальше? Где мы будем брать деньги на то, чтобы развиваться мир, Алексеевич? Да, мы вздыхаем. Мы будем продавать территории? Территория? Территория, которая находится на обычном проезде. Первое и второе, где люди вздыхаются в бараках, на сегодняшний момент не застраиваются. И сколько времени будут продолжаться аукционы, мы не знаем. И все это происходит от того, что городская и районная власть между собой не могут договориться. Уважаемые коллеги, обычный электромагнитный институт сейчас дал, говорил, кто отвечает за наркотики, кто отвечает за незаконную торговлю. Различные реплики, это уровень района, это уровень городской. Давайте отвечать вместе и вместе работать так, как работали раньше. И я за объединение. Не буду долго говорить, скажу сразу. Я против объединения администрации. Вот сейчас я вижу, как многие люди, депутаты, говорят о том, что они хотят объединить администрации. Сгибают вроде бы разумные аргументы, при этом ни одной цифры не прозвучало. Я готов утверждать, что спустя год, если мы соберемся в этом зале, мы увидим на цифрах, чтобы никакие показатели не улучшились. Готовы ли депутаты отвечать за свои слова, за обещания, которые они дали? Вчера мы ходили по моему округу, где я живу, по моему дому, опрашивали людей, как они относятся к объединению. Ни одного человека за это не было. Зато, когда люди слышали фамилию Смайловской, которая здесь ни разу не прозвучала, их мнение формировалось и было сразу резко сложным. Мы можем сколько угодно говорить о том, что давайте не переходить на личности. Но мы знаем, кем контролируется районная администрация и что будет. Никаких денег библиотекам вы не получите. Как говорит в одном анекдоте, когда сынок спрашивает папу, папа, папа, водка подорожала, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Так вот, будет то же самое. Мы говорили много о сокращении чиновников и сокращении расходов. Сколько? 15 лет мы говорим о сокращении чиновничества и расходов. Вы думаете, хоть один чиновник потеряет работу? Нет. Вот уже сейчас звучали призывы от сторонников ликвидации городской администрации, что давайте сохраним все рабочие места. Так если все сохранят свои рабочие места, то зачем тогда управлять администрацию? Зачем пересаживать людей? Зачем пересаживать людей, которые не устаканиваются, если вы хотите сохранить им работу? О депутатах, которые хотят принять это решение. Я хочу призвать помнить о выборах, которые будут 14 сентября, и помнить о личной персональной ответственности. Сейчас все ваши фамилии мы доведем до сведения избирателей, и те, кто проголосуют за это решение, ваши фамилии не будут забыты людьми. И думайте, какой будет смотришь нам в глаза. Дорогие кушкинцы, вы сегодня настолько дорогие, что даже сами себе не понимаете этой цене. Добрый день, добрый вечер, уважаемая комиссия. Я обращаю внимание, что пока все выступающие здесь за так называемое объединение, хотя, извините, объединение подразумевает слияние, то есть никакого сокращения. Даже, так вот, все те, кто за это объединение в кавычках, это все представители районной администрации. Вот здесь все сидят, они все выступали. Ни одного пока, ну за исключением электрика, опять же, электрик откуда, все мы знаем, да, слышали выступление, пока ни одного жителя города Пушкина, вас, дорогие мои, пока никто не сказал «за». Посему? Еле не слышать. Это вы, господин Маркин, это вы, бывший прокурор, и вы, знаете, говорили, я делал куча. Еле не слышать. Извините, извините, не буду отвлекаться. Не буду отвлекаться. Так вот, я вкратце, учитывая, что я волнуюсь, господин Маркин меня перебивает, я зачитаю, с вашего позволения. В настоящее время поднят вопрос о внесении изменений в устав города Пушкина, который противоречит Конституции Российской Федерации и общепризнанному международному праву о местном совправлении. Как этот вопрос был поднят, требует отдельного разбирательства, так как незаконное вмешательство отдельных чиновников области, процедуру заседания органа местного управления Совета депутатов, само по себе наводит на размышления, чтобы институция в городе Пушкина уже не действует. За прошедший месяц, с момента принятия решения о проведении публичных слушаний по внесению изменений в устав города Пушкина, пропаганда районной администрации не знала доселе такого размаха. Уж каждую неделю какой-нибудь представитель, вот все сидящие выступали за и пели нам диферангу, что все будет прекрасно. Кстати, районная администрация испортила нам проведение пикета по поводу детских садов. Мы намечали 25 апреля провести пикет на площади, но, к сожалению, как оказалось, уже районная администрация быстренько подсуетилась и забила это место. Мы вынуждены были пикетировать на вокзале, на вокзальной площади. Так вот, сбор подписей в бюджетных организациях, непрерывные выступления в СМИ лучших людей города, прям как, извините, по Шварцу, если кто помнит, где эти лучшие люди? А вот они сидят, вот они, перед вами, за углом. И лукавые доводы за объединение. Все это лишь подтверждает о заинтересованности и нечистоплотности отдельных лиц районной администрации, чудом доселе избавившихся от тюремного срока, но так и не оставившего желания. Но так и не оставившего желания, где наличие распоряжаться имуществом и землей города и района. Еще пока, к сожалению, земля не вся продана в городе. Еще есть кусочки, которые так и жаждут распродать наша районная администрация. А жителям отведена роль лишь наблюдателя, что явно противоречит пока еще действующий на территории Пушкинского района и города Пушкина Конституции Российской Федерации. Юрий Алексеевич, я прошу буквально пару минут. Ну, учитывая то, что нет, нет. Юрий Алексеевич, мы как договаривались, да? По окончании, если время останется, мы всем повторно предоставим... Тогда полминуты, тогда полминуты. Значит, доводы так называемого объединения, так называемого объединения, заключаются на всего всего лишь в три, в три довода. А именно, якобы в районной администрации работают профессиональные чиновники, неправда. Буквально две недели назад в Пушкинский район, как всегда был признан, день деятельности администрации Пушкинского района наихудший в Московской области. Сокращение штата также неправда, потому что, извините, есть специфика штатного расписания. И если, так скажем, штата... Юрий Алексеевич, я прошу еще... Мы предоставим вам слово. Я сейчас вынужден выключить микрофон. Дорогие пушкинцы, дайте сердце ряду, самое главное. Спасибо вам. За этот месяц постараюсь говорить без эмоций. Я практически не спал, потому что я впервые за свою жизнь, за свою боевую деятельность, за свою деятельность по охране рубежей Советского Отечества столкнулся с беспардонным, практически уничижающим отношением к нам, к людям, к горожанам, к гражданам Российской Федерации. Я присутствовал на этом историческом заседании Совета депутатов 27 марта. Сразу предупреждаю, Сергей Иванович, я могу не уважиться в три минуты. В двух словах. Меня оттуда хотели депутаты выдать. Два депутата позволяли себе сказать, что нам эти здесь не нужны, они нам мешают работать. Нина Михайловна Петрухненко очень на меня обиделась за то, что я едко сказал, вы что, женщины? Как в том анекдоте, сначала забеременеем, потом будем разбираться на ту вещь, когда сказали, ладно, будут публичные слушания, мы разберемся, о чем эти публичные слушания. Вы понимаете, я удивился, что в наше время, в 21 веке, когда мы пошли, я не знаю, сколько всего, и ужаса, и страсти происходит такое. Какой-то чиновник с области полтора часа названивает, уламывая своего начальника и местную редакцию, чтобы опубликовали эти решения, которые они привезли, именно 2 апреля. Потому что нужно провести публичные слушания именно 5 мая, потому что позже Минюст не утвердит эти решения. Это я отвечаю тому, кто сказал, зачем такая спешка. Вот она эта спешка, не утвердит Минюст. Как это так? Мы не доложим, что вот в этом районе мы выполнили волю большинства. А какого большинства? Того, которого сидит? Того, которого проявилось в 20-х числах апреля, когда девочки-студентки из Королева начали раздавать на площади вот такие вот письма, без всего. Кто подписал, не понятно, но тексты им просили, давайте, подпишите. Подпишите. За что? За объединение города и района. Идут писульки. Я видел, тут писульки были. И потом, что интересно, вот буквально на днях, в начале мая, читаю в нашей прессе, это же точно письмо, которое студентки из Королева за 850 рублей в 2 часа пикета работали, подписывают почетный гражданин Пушкинского муниципального района, который забыл представиться, что она заместитель руководителя администрации и не первый год. Подписывают депутаты совета депутатов города Пушкина, которые забыли подписать, что они директора школ наших. Валентин Николаевич, к сожалению, время истекло. Мы предоставим... Если вы решите мне дальше... Я могу и после, когда будем окаживать. Валентин Николаевич, дадим слово после. Хорошо? Внимать не после! После. Я предоставлю слово еще после. Я готов продолжить после. Спасибо, Владимир Владимирович. Как человек, я категорически против и района администрации, и городской, потому что и там, как вы сказали, действительно нет профессионалов. А вы, госпожа Глебина, будете отвечать за свои действия, которые вы совершили за время своего правления. Детские сады были, все территории проданы при вас. А сейчас мы идуем в полученном станке. Хочется. Значит, госпожа, есть тоже ситуация была по Пруду. При вас и ваши подписи стоят по Пруду Звягинскому. Суды были и сальвовали с вами. И это было против народа. И у нас бесконечные статьи, когда у нас власть против народа. У нас бесконечная война с властью. И с вашей, в частности, районной. Я вам говорю, я против и одной администрации, и другой. Но, и опять же, против объединения, категорически против объединения. Потому что нет профессионалов. Надо подождать время, когда создадут округа, как говорила Светлана Александровна. И тогда одинаково по округам создать пять тысяч населения. По голосованию переизбрать вас всех. Вы забыли, что прошло время. После Крыма другое время. Все, ваше время прошло. Теперь народ будет принимать решение на референдуме. Не вы больше будете, а мы на референдуме. Понятно? Мы к вам приходили, по-моему, и просили о том, чтобы опротестовать. Госпожа Кирошлина, вечно к вам обращаюсь, при всем. Постановление, которое было подписано с Майорусской, по переводу Звягина земли под клубом в подрежелез. Там нарушение законности. Подайте в суд на нее. Вот подайте на нее действия в суд. Почему вы не делаете? Почему вы не защищаете наши права людей? Подайте и убейте результат. А мне кому будет уже возглавляться на право. Поэтому я буду объединить мнение. Слово предоставляет Саня Ивановна Петровна Зимовича. На совещании по развитию электроэнергетики в Сочи в мае 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что в вопросах тарификации нужны тщательно выверенные и взвешенные решения. Это можно отнести к любой отрасль народных хозяйствах. В том числе и к организации местного совправления. В статье от 28 января про административную реформу Воробьева председатель комиссии Мосвоблодума ПМЦУ Александр Амур сказал, до 1 февраля местные администрации должны представить социально-экономические обоснования для объединения, обсудив предварительно этот вопрос с советами депутатов. Для нас ведь не самоцепь объединить любыми способами. Важно, чтобы это было оптимально, пришло на благо жителей. Меня не интересует, почему в Московской области нет единого мнения на административную реформу. Но меня интересует, почему представители правительства Московской области так бесцеремонно размешиваются в деятельность законодательных органов города. И почему депутаты так подобоскрасно приняли предложение приемащих областных тиновников об упразднении администрации города. Ответ может быть только один. Депутаты города Пушкина не заинтересованы в совершенствовании местного самоуправления. Им все равно, ведь они рассчитывают тратиться на инвеста и продолжить нормотворчество. Только в интересах кого? Но, ведь принимать окончательные решения по всем вопросам будет районной администрацией. Первым и наиболее важным аргументом поддержки слияния двух администраций во мнении заместителя руководителя администрации Пушкинского муниципального района Любови Гусевой является нежелание городской власти навести в городе Пушкин элементарную частоту и порядок. «Как показали прошедшие субботники, на сегодняшний день в городе нет четкого взаимодействия с организациями, иными юридическими лицами и лечебными произведениями погруза мусора с территории города. Такого бардака в нашем городе, в столице Пушкинского района, давно не было. Опубликован на портале Пушкина сегодня 17 апреля. Этот тезис также поддерживает и глава Пушкинского района Андрей Кузьминков в своем интервью к Пушкинскому кварталу от 18 апреля. В заключении своего интервью глава района отметил, что развитие города алиминных разрешения на строительство, садиков, жилых домов, других объектов дает городская администрация, причем без согласования с районом. Вот и ответ на необходимость управления транспортной администрации, то есть распоряжения землей строительством, полное единоначалие, один бюджет и многое-многое другое. Район необходим площадкой, развертывая для своей во многом противозаконной деятельности. Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, время. Валерий Кузьмин, время. Хорошо. Есть еще. И в заключение хочу сказать, считаю решение Совета депутатов Пушкина, города Пушкина 27 марта неправомощным и считаю в связи с этим, что изменения вот так городского поселения Пушкина, Пушкинский район муниципального Московской области не вносить. И рассмотреть вопрос о предании статуса города Пушкину городскую область. Спасибо. От имени Всероссийского женского движения «Надежда России» Кушкинское отделение Всерожидинова Алсу Мударисовна. Проживаю в микрорайоне Арман с самого первого дня введения эксплуатации нашего дома. 1981 год. И не понаслышке знаю о тех проблемах, о чистоте нашего города, в котором я живу уже не первые десятки лет. Относительно вопроса, о котором мы сейчас рассматриваем, могу сказать следующее, что мы провели заседание и решение я хочу озвучить. Это первое. Мы знаем о том, что инициатором проекта об объединении администрации города Пушкина является Ленинградская область. Я напомню вам. На данный момент этот проект не оправдал себя и они готовы отозвать свое предложение, поскольку есть отрицательные результаты этого проекта. Более того, этот проект сейчас реализуется в Чеховском районе, в Нарапаминском районе, но результатов по введению этого проекта, к сожалению, не получены. Не проведены социологические исследования, не проведены соответствующие исследования, связанные с улучшением качества жизни населения Московской области, сделано не было. А мы знаем о том, что решения правительства, указы президента говорят о том, что главный приоритет это улучшение качества жизни населения. А как мы сегодня это видим, можно судить по тем выступлениям, которые мы сейчас заслушали. Хочу сказать еще, что необходима тщательная проработка вопроса о увольнении сокращения. Если вы внимательно слушали выступления председателя правительства Медведева, он сказал, что чиновничий аппарат необходимо срочно сократить на 10%. Так ли это? Да, вы это знаете. Поэтому ни о каком слиянии речи быть не может. Поскольку функционал, а должностной рекламент, вы понимаете, что должен исполнять каждый специалист, а вы хотите его перевести в рядовые. Если вы с 2009 года до 2014 года не могли решить вопрос, чем заниматься специалисту, о чем речь? Вообще, о чем речь? За что они получали деньги? И они получали деньги практически те, которые были финансированы соответственно на их оплату. Более того, ведь оплата государственного служащего не заключается в материальном обеспечении только из зарплаты. Там есть надбавки, там есть процент за выполнение сверхсрочных работ. И если они сейчас озвучат свою зарплату, простите, вам очень легко покажется, что разница очень большая. Это обословано. Я сошла в центр занятости населения Пушкинского района. Заканчиваю два слова. И узнала уровень зарплат, которые могут получить безработные граждане Пушкинского района. Понятно, что у нас нет основных производств, а их нужно сейчас поднимать и возрождать производство необходимо. Мы пытаемся собрать налоги только с чего? С недвижимости и с продажи земли. Я считаю, что нужно возрождать основные производства. Что говорит президент наш? Поэтому сейчас экономичность государства очень серьезная. И я думаю, что это является основанием для того, чтобы Пушкинский район, в данной ситуации город Пушкина, они возразили и получили свой импульс. И заключили, я хочу сказать... Толстом, Анастасовна. Да. Время истингов. Решение. Ваше мнение. Мое мнение и мнение наше Пушкинское движение не такого объединения. Прежде всего, создание... ...действительно, обсуждение каждой кандидатуры должно быть официально. Почему? Отсутствует дискурс между обществом, как мы говорим, гражданским обществом и властью. Поэтому нужно с этим работать. Сейчас я вас расскажу. Спасибо большое. Значит, 20-километровая. И поэтому город с 2002 года, по сегодняшний момент, достаточно, можно сказать, вырос в численном отношении. И мне кажется, что на тот момент, как-то 2002 года, объединение, администрация городской и районной имело значение. А сейчас, в связи с тем, что темпы прироста города растут, я боюсь сказать, что, может быть, даже у нас там и не 100 тысяч, а по обе 150 тысяч населения. И, может быть, даже дороги наши, вот это Ярославское шоссе, которое расширяется, не справится. Я хочу сказать, что необходимость в том, чтобы была у нас администрация городская, она просто само по себе, объективно, эта ситуация существует. И я не представляю собой, что количество людей растет в городе, и районная администрация возьмет на себя такую кучу народу, для того, чтобы можно было бы ее предварить, вот то, что говорил мужчина. Я с ним согласен, что очередь выстроится у нас на полгорода, чтобы решить какой-то элементарный вопрос. Я за то, чтобы администрация городская существовала. И хотел бы еще добавить, что на самом деле городская администрация еще для меня ассоциируется как с возможностью для народа научиться самоуправлению. Спасибо. Жил в семь с первого года, 20 тысяч лет не жил. Вернулся в свой город после службы в армии. Ну и что наша преступная администрация районная натворила? Она меня просто выкинула из очереди для получения жилья. В этом Альба участвовала здесь, которая очень красиво пела. Которая играла и отвечала за правовую основу всех актов, которые выдвигали администрации. Наша застройка районная, что натворила, вернее администрация, что натворила с данной, с нашим городом? Я 20 лет деду, приехал и уже снулся. Потому что преступники, которые штукники, будем так говорить, сидят в администрации, да-да. Вернулся в администрация районная, но каждый должен есть свою морковку. Если глава города пускай отвечает за это, а глава района пускай отвечает в районе. В районе тоже бардака очень много. Не надо одной рукой пытаться за два места. Я помню, что у нас есть люди, которые хотели бы продолжить свое вступление. Сергей Иванович, не забудьте про меня. Как про вас планируют? Я сейчас передвиги свое мнение. Я с Катяна Петровна, эколог, проектировщик по Москве и Московской области. Родилась в городе Пушкино, живу здесь, очень люблю свой город. И с каждым годом я просто удивляюсь тому, что у нас делается. Во-первых, у нас очень большое количество транспорта. Выбросы в атмосферу увеличиваются с каждым годом. А выбросы – это бензопиреноксиды, углеродоксиды, углеводороды и так далее. Это ведет к повышенной заболеваемости населения. И, естественно, увеличивается смертность. Мы слышим по Пушкинскому радио, что рождается меньше, чем умирает людей. Но я хочу сказать огромное спасибо Дмитрию Ивановичу Пустовому за работу, которую он выполнил в нашем, я маленьком участке расскажу, о 23-м доме Держинце, где я живу. У нас сейчас новая площадка, прекрасная. Благодаря нашему Дмитрию Ивановичу Пустовому. Я имею в виду огромный вопрос от наших, всех наших жителей нашего дома. Сейчас дети прекрасно играют там. Когда была с Майловской, собиралась она баллотироваться, она пришла к нам, значит, к нашему дому и сказала, у вас будет город-сад, у вас будет все здесь, только, пожалуйста, проголосуйте за меня. Она пришла к власти, и что? Стали обращаться ветераны. Сначала обращались люди и говорили, у нас паркуется на площадке около дома 88 машин в среднем. Гибнут все деревья, которые мы сажали 35 лет назад, когда вселились в этот дом. Значит, они говорят, нет, люди не обращайтесь, это бесполезно. Пусть ветераны обращаются. Стали обращаться ветераны. Бесполезно. Крягленно сплошные отписки. Нет, это нет, у вас миллионы долгов, хотя очень, почти полностью дом платит, коммунальные услуги платятся. Результата никакого. Только благодаря администрации, благодаря нашему городу и администрации города что-то сдвинулось с места. И огромный поклон Дмитрию Ивановичу Густавову и администрации, которая что-то сделала, делает сейчас, вот за этот год. Видна ее работа, понимаете? А если не будет администрации, ничего не будет. И будут пустые обещания, которые не будут исполняться. Я за то, что объединить, чтобы городская администрация осталась. Скажите, пожалуйста, а почтовы ящики вам повесили? А к Москву, когда же вы думали, сделали? Нет. Я помню о тех, кто выступил, кого я прервал в наступлении. Я хочу спросить, есть ли в зале люди, которые еще не выступали и желают выступить? Да, пожалуйста. Хочу сказать о наблюдении. Я однажды проехал по району города. Поля, которые раньше населились, сейчас занимаются участками, застраиваются просто. Пушкино застраивается сотными домами. Как я понимаю, как житель города, районные власти, в общем-то областной и любой власти, жители неинтересны. Важно застроить город, пустые земли, высотными домами, очень высокими домами. Представляете, на старую и нижнюю структуру. Еще нового не построить. Я против объединения города и района. Я считаю, что наличие администрации города позволяет нам туда баллотироваться, забираться, иметь депутатов, которых мы знаем. Объединение других поселений из Пушкина показало, что этот процесс ухудшает наши условия жизни. Все развитие города, я живу в Тридсе, с рождения я с родился и живу, показывает, что жители никому не интересны, а интересная земля около Москвы и наш зеленый город с захранилищем и лесом. У меня сложное отношение к администрации Сергея Ивановича, я с ним общался. Хочу отметить то, что он открыт к встречам, как администратор, но я был не готов к тому, что он согласился на встречу в свое время. Есть Ужбургоз, он худо-бедно работает. Я слежу за интервью, я слежу за публикациями. Местность передних, местность нет. Они все-таки находят всего этого ужаса, работают. И я хочу, чтобы это продолжалось, чтобы это разрывалось. Да, нужно менять, да, нужно такая сменяемость, но нужно время, нужно какой-то цикл прошел, прошел четвертый летний, новые выборы, но не удастся на корню, не закрывать и не отдавать это все в руку с мамой. Я, Лазанович Иванович Иванович, 33 года прожила в городе Пушкино, собственно, при разной власти и при разных условиях существования. Вот поэтому могу сделать определенные выводы и относительно данной администрации, предыдущие слияния и объединения. Подведя итоги сказанного, естественно, само собой и я буду проводить итоги, просто каждый присутствующий день должен понять, что все, кто высказывали слова «за», перед нами с вами сыграли, в общем-то, театральное представление. Посмотрите, какое-то ориентирование. Дократ идет на нас, на чиновников. Давайте сольемся, объединимся, кого-то ненужного сократим и выбросим. Так хочется спросить у уважаемых депутатов, которые проголосовали все «за», кроме одной, уважаемых наши булаевы. Вы сами себя подписали на безработицу? Или нам предложили более выводные условия? Поэтому рудьте добрые, включите свой ум, разуйте глаза, принимайте правильное решение. Комиссия приняла решение продлить публичное слушание и предоставить возможность четырем выступающим, тех, которых мы ограничили по времени, предоставив еще каждому из них до трех минут для выступления. Первым у нас выступал Иванов Александр Николаевич. Данный проект нужно отводить по причине его несоответствия законодательства. Во-первых, потому что он не прошел антикоррупционную экспертизу, которая предусмотрена одним из постановлений Совета прошлого года, 26 сентября. Подобные акты должны проходить антикоррупционную экспертизу. Признаки коррупции здесь довольно ощутимы. И третье нужно отнести в резолюцию, что данный проект не обеспечен иным правовым актам. И прежде всего, это встает вопрос о том, какой же это уполномоченный орган муниципальной власти должен составлять бюджет нашего города, из кого он будет состоять и кем этот орган будет формулироваться, из кем он будет назначаться, перед тем отчитываться. В проекте очень нервнятная эта формулирована. И по всем этим трем причинам достаточно оснований, чтобы отклонить данный проект. Спасибо. Спасибо большое. Второго мы ограничили по имени Кузьмина, Юрий Алексеевич. По сути, доводы ничем не обоснованы, а не больше популистские, и всего лишь на своих три довода. А именно это в районной администрации работают профессиональные чиновники, поэтому дадим им всем борозды полномочия. Второе это сокращение штатов и как следствие, соответственно, как бы экономия бюджета. А так ли это на самом деле? Так вот, поясняем. Да, в районной администрации как чиновники все профессионалы, но именно как чиновники, а не как специалисты. Посему они успешно умеют писать отписки и при этом ничего не делают. Я с районной чиновники очень тесно контактирую и, к сожалению, что-то действенное от них не получаю, кроме как заявлений и каких-то там непонятно чего фразов. Посему, а вот профессионального специалиста в районной администрации не найти. Разве что специалистов по незаконной распродаже муниципальных семей. И то невысокого уровня, так как они периодически, и, точнее так же, постоянно попадаются. И постоянно на них заводят уголовные дела. К сожалению. Их, к сожалению. Но не нашему. Ну, как я уже говорил, что Пушкинский район две недели назад признан как наиболее худший и отмечена работа администрации. Это профессионалы. Следующее, что касается сокращения штатов. Здесь, опять же, очередное указство жаждущих власти. Сегодня в городской администрации около сотни специалистов, выполняющих свои обязанности. Много? Да, много, к сожалению. Но будет ли сокращение действительно, на самом деле? Вот смотрите, вопрос, который действительно требует обстоятельного рассмотрения. Так вот, я долго думал, размышлял, так вот, никакого сокращения-то не будет, на самом деле. Точнее, даже, если наоборот, будет увеличение штатового расписания районной администрации. На сегодня 400 бездельников в районной администрации. Вот в этих хоровых, там, то, что на Московском проспекте. 400 бездельников. Их первый признак, если зайти в каждый кабинет, можно увидеть, значит, чайничек, самоварчик стоит и кружечки, кружечки, кружечки с ложечками. Еще пачки сигарет. Еще пачки сигарет. Все. Больше ничего там нет, к сожалению. Чтобы куда-то дойти, это, не знаю, какие там надо найти, чиновника, отвечающего за ту или иную, так скажем, деятельность свою. То, что обязанности городской администрации перейдут к нынешним чиновникам, работающим в районе, неубедительно абсолютно. И, значит, тогда напрашивается вопрос, а чем доселе занимаются эти чиновники в районе? Они что, просто так сидели, что им теперь дадут дополнительные работы, предусматривающие обслуживание еще 100 тысяч человек, это население города? На сегодня они обслуживают всего лишь население, не больше, не меньше, где-то 80 тысяч. И еще к этим 80 прибавится еще 100 тысяч населения. Юрий Алексеевич, ваше 10 минуты истекли. Все, и об экономии пару слов буквально. И ее экономии никакой не будет. Не будет, потому что штатное расписание немножко в районе другое. Она дороже. Она дороже. Спасибо. Спасибо, Евгений. Первое. Конституцию никто не отменял. Местное самоуправление Конституции признается и гарантируется в качестве одной из основ нашей жизни. Второе. Вот я принес сегодня специально фотогазеты, которые подготовили активисты нашего города. Это первое реальное дело, которое сделала городская администрация, переведя землю из застройки под атак, под парковую зону. Там будет аллея здоровья. Это последнее решение. Там есть фотография, где районная администрация принимала все решения, уговаривала нас здесь вот на митинге, ну там, что это так хорошо будет, и все короче. Это второе. Третье. Мы прекрасно понимаем, что власть – это деньги. Некоторые главы районов, в том числе и наши, заставляли главпоселений передать им часть финансово выгодных полномочий. Многие на это соглашались. Это привело к тому, что власть имущий воспользовались этой ситуацией и акцентировали внимание на том, что им вообще не нужны эти полномочия. У нас, в Московской области, есть закон, по которому, если главы поселений передают полномочия району, то у главы района зарплата увеличивается на 10%. На зарплату главы поселения это не влияет. Поэтому, вот то, что Юрий Алексеевич говорил, про количество чиновников, которые ничем не заняты. А зачем, если деньги и так сыпятся из поселений? В-третьих, у нас есть хороший пример. Королев с Юбилейным объединялись на этой волне. И у меня есть информация оттуда, что перед тем, как объединиться этим двум самостоятельным поселениям, три месяца шли согласования. Шли, приезжали министры из области. Все подсчитывали. Ну, как народ говорит, торговались. Что должно быть лучше? Хорошо, пришли к объединению, когда губернатор Московской области сказал, будут деньги, будут рабочие места в Юбилейных, будет хорошо. Почему мы не можем по этому пути пойти? Да, говорят районные чиновники, у нас много чиновников типа. Ну, давайте сравнительная таблица. В городе Пушкино 104 754 жительные на 1 января этого года. Доходы бюджета городского 755 миллионов 819 тысяч. Из них на фонд оплаты труда администрации уходит 11%. А вот в Царевском, где 6502 человека, уходит 31% городского бюджета. А вот в Ашукино уходит 20% бюджета. И у них минус 4800 дефицит бюджетных. И таких поселений у нас 9 штук. Ну, поймите, заканчиваю. Хочу сказать, что в городе Пушкино на сегодня с 2012 года перешел кредиторская задолженность в районе 70 миллионов рублей. Я знаю, я общался с нашими чиновниками, которые нарисуют конкретные, как говорится, пути сведения к нулю этой кредиторской задолженности. В районе сегодня в 10 раз выше кредиторской задолженности. И никто не говорит о том, как они собираются. Может быть, только за счет заимствований из бюджетов других поселений? Других поселений. Других поселений. Последний. Значит, когда мы написали, мы первыми написали открытое письмо губернатору. За то время, пока оно обсуждалось, Сергей Иванович, мне пришли люди, тут разные даты есть в списке, фамилия, имя, отчество есть, адрес есть, подпись есть. Они поддерживают наше обращение к губернатору, вмешаться в этот процесс, наказать областных чиновников, которые создали прецедент неправомерных действий, и передать в качестве голосов в рабочую комиссию по проведению. Да, комиссия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Марья Ивановна, Ой. Вы так провались. У вас ровно три минуты. Какая у нас сейчас грязь в пушку. Вы извините меня, пожалуйста. К детскому саду у колокольчика идешь. Ой. Там выше грязи. Около памятника, такого памятника, мой отец, мой дядя, мой брат двоюродный погибли все на войне. Мне стыдно за них, что у нас растут подсвежники около памятника. Это то есть Апультик. Даже к первому мая не могли убрать. Четыре ступеньки, которые мы шагали в пилу, к магазину, завалились, мое-то, завалились, потому что на году сколько раз они ремонтируются и ремонтируются без цемента. На одном кисле это мощный цель. Можно какие-то деньги за это? А в школах крыши текут. В детских садах крыши текут. Это я знаю по всему району и по городу Пушкина. Правильно я сказала? Правильно. Школа это район. Правильно. Кто за это будет отвечать? Район. 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 Беды не хватало. Картошку тухлую. Объездчик едет по полю и вдоль спины кнутом. Этого я ждала. Этого я ждала. Вот вы все скажите, кто ждал этого? Что у нас произойдет? Вы хотите нас на колени поставить? Не поставить. Да вас у нас не поставили сейчас. Не поставить. Я сестра. Не надо меня передавать. Я вас не передаю. Спасибо большое, Марьяна. Первый раз в газете «Маяк» опубликовал глава администрации свое мнение по этому поводу, что это тучная застройка. Мы первый раз услышали это. Затем сказал Голин, что действительно непорядок. прежде всего я хочу сказать, чтобы нас не лишали местного самоуправления. Уже выступили КПРФ, выступила Справедливая Россия, что те поправки, которые вынесли в Госдуму, они еще не утверждены. Между тем, ложная информация была от Кузьмина и ряда товарищей в своих обращениях, что поправки утверждены. Ведь это... Кузьминкова. Да, что они утверждены. Таким образом введены в заблуждение люди, которые читают его заявление. После того, как все партии сказали, что надо рассмотреть эти поправки, и еще только в конце, и синие сессии будут они приняты, нам уже объявляют, что они приняты. И наши депутаты лишают нас местного сумоуправления, бегут впереди паровоза. Не лишайте нас местного сумоуправления. Спасибо большое, Павел Иванович. Дословно завожу слова губернатора, который сказал, что этот процесс пускай выбирают жильцы города Пушкина или какого-то района на усмотрение жильцов. Не то, что депутатов. А депутаты, потом у нас стыдно будут смотреть на этот самый. И второй вопрос. Вот здесь хвален администрации. Глава администрации, вводник администрации, 6 замов. Мы сейчас, которые хвален администрации, которые хотят полномочия подать, у нас 270 предпринимателей Пушкинского района и города Пушкина. 7 числа митинг создаем на Тарасовском рынке, который уже закрывают, землю отбирают. И люди, вы знаете, кто пользуется сашинцами, которые у нас приментали, их просто выбрасывают на улице. Не спроси, куда я не пойду. Они обеспечивают. Обеспечивают. У вас дорога. Не западите в заблуждение. Нет. Подожди, Александр Николаевич, успокойтесь. Вы уже 30 лет в прокнатуре отсидели. Хватит. Мы послушали вас. Мы послушали. Все. Вот после этого и нархоманы у нас. У нас будут. Все. Все. Мы послушали уже этот самый. А с 7 числа у людей будет митинг, этот самый праздник. 9 мая праздник. А у нас будет митинг о недоверии администрации Пушкинского района. И жильцы это скажут. И я вас призываю, кто не согласен, пусть вам придут и поддержат нас. Мы будем делать обращение к губернатору и председателю, к президенту. Как губернатор говорит, что надо рабочие места увеличивать, а у нас что находится в районе? Это ухваленная администрация. Пушкинского района. За кого вы хотите поддержать? Они последние отбирают. Спасибо, господин. Спасибо. В 2003 году Совет депутатов и губернатор однажды приняли решение об объединении сельских поселений и поселков с городским, городское поселение Пушкина. Сейчас реально и Звягина, и Мамонтовка, и Клязьма, и Черкизова все страдают. Вообще сейчас все от этого страдают. Это было глубочайшей ошибкой вообще. И тогда это делал тоже совет депутатов, не спросив народа. Они своим решением это приняли. Сейчас то же самое происходит. Мы через 10 лет только поняли всю трагедию развития, которую до сих пор скрывает от нас Пушкинская администрация. Сколько денег Калинской было выделено на генплан. Где мы? Мы 5 лет не можем найти этого генплана, потому что там по нашим домам, по нашим участкам будут проходить дороги. И вот результат неправильного принятия решения в 2003 году депутатами. И сейчас вы принимаете решение, кто из вас советовался, кто из вас собирал народ, кто спрашивал у народа. Вы сами решили под воздействием администрации Пушкинского района, которая приняла эти преступные решения. И как вы потом будете отвечать? Вот они сидят перед вами. Кто из них отвечает? Где ответственность? Никто не отвечает. Никто. Только мы своими поселками. Я 5 лет тратчу свое здоровье на то, чтобы разобраться с генпланом и увидеть его. Где он? Его нет. Они прячутся знательно. Никому не дают эти генпланы. Это что? Это война против собственного народа. И вы, как Киевская хуста, будете отвечать за эту войну. Как мы желаем. Почтали на руку. Красной нитью в каждом выступлении прошло сокращение аппарата. Правильно. Но многие не понимают, что происходит. Многие принимают за подсоединение якобы города к району. Ничего подобного происходит с слиянием. И вот, чтобы это было конструктивно сделано, я полагаю, что возможно, вот здесь, решители, еще где-то, чтобы вот это слияние произошло под контролем какой-то, так сказать, комиссии, народной комиссии. Сегодня аппарат, я считаю, что управлять городом и районом способен аппарат максимум из полсотни человек. Максимум. И больше там не надо. Я противник, вот, честное слово, я со всеми с ними перескандаливаю. Я к Смайлоевскому револчу в кабинет, используя полномочия члена общественной палаты. Я готов, так сказать, включиться в эту комиссию по отбору даже кандидатов на занимаемые должности. Закратить его надо вообще процентов на 8. Уважаемые товарищи, я хочу сказать, во-первых, спасибо всем, кто пришел и активно поддержал мою позицию. Это первое. Второе. Я хочу извиниться перед представителями районной администрации, если кто-то невольно обвинил в их непрофессионализме и в каких-то других недостатках. Поскольку я работала и в предыдущей совете депутатов районном и часто сталкивалась с профессионализмом этих людей. Может быть у всех у нас есть ошибки, всех недочеты и бывают какие-то минуты слабости и так далее. Но я хочу сказать, что такой большой город, как у нас сейчас, и он будет еще больше, в обязательном порядке должен иметь свой орган управления. И давайте будем жить по завету Агнии Петровны Барто. Все мы выросли на ее книжках. Вы, наверное, помните такое стихотворение. Я свою сестренку Лиду никому не дам в обиду. Если очень захочу, сам ее поколочу. Давайте примем решение оставить администрацию, но спрашивать с них. В три раза строже. И сдирать шкуру за каждый промок. Спасибо большое. Поддерживаю свою идею о референдуме. И хотела бы после того, как, допустим, мои коллеги примут решение отменить, за то, что мы голосовали, провести референдум на тему создания городского округа. Давайте держаться в тех рамках, которые мы утвердили. Нина Михайловна. Первое. По поводу того, что принимали решения депутаты. Я прошу обратить внимание на тех, из кого состоит совет депутатов городского поселения Пушкина. Это руководители тех предприятий, работники которых составляют в основном бюджет городского поселения Пушкина. И поэтому, на мой взгляд, я как руководитель организации, как человек, который прорабатывал этот вопрос со своим коллективом и стопроцентно получил одобрение в пользу администрации, имею право здесь говорить не только за себя, не только как житель города Пушкина, и не только как депутат, но и как руководитель организации, указывая за которой большое количество голосов. Это первое. Второе. Мы вас не перебивали, извините. Гимназия номер 10 города Пушкина. Всю жизнь на территории городского поселения Пушкина. Второе. Вы знаете, сейчас какая-то новая такая тенденция говорить о правах. Право местного самоправления. Я согласна. Мы все имеем это право. Но еще в Конституции есть статья, которая говорит о том, уважаемые граждане, и это моральная вещь, что ни одно из прав не может достигаться за счет поправления прав других. Вы имеете право на местное самоправление. Мы имеем право на то, чтобы нами руководили профессионалы. А вы у нас это право отнимаете. Спасибо. Могу вам сказать, что существуют рамки правового поля. Есть статья 10 Конституции Российской Федерации, в котором закреплен принцип разделения властей. И у нас это право, по большому счету, сейчас хотят отобрать. Просто сделать все в едином. То есть будет один царь. И все. Спасибо. Вопросы по месту публичных слушаний исчерпаны. Публичные слушания состоялись. Участники публичных слушаний высказали свои предложения и мнения по проекту. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний подготовит протокол публичных слушаний в заключении о результатах проведения публичных слушаний, установленной законодательским сроком, в котором отразит мнение участников публичных слушаний, предложение, рекомендации Совета депутатов города Пушкина, Пушкинского муниципального района Московской области рассмотреть информацию с учетом мнений и предложений, внещенные жителями города Пушкина и иными заинтересованными лицами. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за активное участие в нашем слушании. Спасибо. Благодарю.